О том, должны ли мы все-таки говорить о своей благотворительности и должны ли мы говорить открыто о плохих делах наших близких. Только после того, как жизнь практически уже закончилась, а мне уже 50 лет исполнилось недавно, о многом можно сказать уверенно, потому что это уже просто известно всем, кому не лень. И с высоты прожитых лет просто все четко видно. Вот удивительная вещь. В течение где-то 20 лет, наверное, в течение больше, в течение, наверное, лет 25, моя мать распространяла обо мне слухи, ну, как клевету, не слухи, клевету, что якобы я, якобы такой плохой человек, плохой сын, все такое. История с ней очень простая. Она заболела воспалением легких в 17 лет, это дало на голову, и вот просто она не понимала последствий того, чего она творила. И очень легко лгала с тех пор. Из-за нее рано ушел из жизни мой отец, и мой брат, ее сын. И мне она вручала в руки веревку, чтобы я вешался. Занималась она, увлекалась чернокнижничеством как-то, ходила и к свидетелям, и голы. И, в общем, куда она только не ходила. Для чего? Чтобы манипулировать людьми. Приезжала как-то к тетке, к своей сестре, к моей тетке, и там что-то колдовала, какие-то там порошки, там что-то такое, по дверью там, ну, или бутылку там что-то. Ну, короче, какие-то делала такие вещи, ее за этим впоймали и выгнали, и сказали больше не приезжай. Когда человек слабоумный, но его трудно распознать окружающим, он приносит гораздо больше бед, чем какой-то человек, который умышленно делает зло, но которого поймали. Потому что здесь, что с нее взять? Когда отец ушел из жизни, была она виновата. Никто даже ничего не сделал, потому что она должна была воспитывать нас, детей. Ну да ладно. Так вот интересно, 20 с лишним лет, 25 лет, большую часть моей жизни, она мне так и говорила, я тебе не дам жить в нашем селе, в нашем районе, и жить вообще. И делала все, что могла, и с большим успехом, потому что люди ей верили. Первые два года люди ей верили. Но потом, наконец, до них стало доходить, что все это вранье. Она подавала в суд. Один суд товарищеский ее улечил во лжи. Потом она подала в народный суд. Народный суд тоже улечил ее во лжи. Но так или иначе, я бы сказал, большинство людей принимали ее версию. Особенно те негодяи, которым было выгодно, моим недругам, так сказать, разнообразным. Есть такие люди, которые на форумах где-то там, обычно на форумах, потому что в лицо они сказать никогда не скажут, а не боятся. Которые писали всякую гадость. Им это было на руку, поскольку я сам этого не скрывал никогда. И что же меня спасло? Вот эти два года я... Конечно, это было... Мне тогда было 23 года, я был почти мальчик еще. Ну, такой... С девчонками я как-то поздно начал общаться. И... Она мне дала в руки веревку. Иди вешайся. Только не в квартире. И я пошел в подвал с этой веревкой. Там я сделал крюк. И у меня бабка, которая рядом сидела около подъезда, брожинская, тетя Дуся, она меня остановила и сказала, что... Она прочитала на моем лице все это. И она меня разговорила. Я ей все рассказал, как она делает, моя мать. Поэтому моя мать более биологическая, чем она действительно мать. вот... Так как я все рассказал ей, и она за меня единственный человек, кто заступилась. Она была такая бабушка примечательная. Она... У нее все спрашивали совета. Она там воду освещала, яйца там освещала. В общем, она знала, что где в селе. У нее все начальники были ее знакомые такие. Ну, то есть она со многими общалась. Очень со многими людьми. Она была очень умный человек. И с этого момента... До этого, конечно, я про мать никому не рассказывал. Но... Но рассказав вот ей, она рассказала еще, поделилась кому-то своей подружке. То есть они как-то всем миром стали мне помогать. И по людям пошла молва. Вот. И моя мать, она вот... Была увлечена во лжи. И с тех пор я ушел из дома. И я пытался ей звонить с днем рождения, поздравлять. Она меня проклинала в ответ. И в итоге я с ней лет восемь вообще не общался. И вот... Узнав, что... От братанихи, узнав, что... Покойного брата, узнав, что у нее... Она после операции очень слаба. Чуть ли не умирает. Она лежала целый месяц, не могла встать. Ей становилось все хуже и хуже. И я ей позвонил. Я ей позвонил отсюда. Из вот этого моего лагеря под Страсбургом в лесу. Где вот третий год, третий зиму в палатке. Выжил, можно сказать. Не пережил, а выжил. Я ей позвонил. И начал я ей звонить каждую неделю. И начал ей слать витамины и минералы. Именно то, что ее поставило бы на ноги. И всякие другие вещи. И это ей очень помогло. Потому что она уже готовилась умереть. Потому что шесть лет назад умер мой брат, ее сын. И она как бы вслед за ним хотела уже умирать. И тут у нее появился смысл в жизни. И постепенно мы наладили скайп. Я начал ей звонить на расстояние. Вот каждый день звонил. Два раза в день звонил. Вот когда ей было плохо, вот в мае. Я звонил чуть ли не каждые два-три часа. Как-то там. У нее там странная вещь произошла. Она вдруг стала очень сонная. И стала падать без сознания. А потом, когда я вот так на ютубе сказал, кто там, так сказать, руку на мою мать подымет. Ну и в общем это все прекратилось. И она вот сейчас как бы очень хорошо себя чувствует. И гуляет. И все, 81 год ей. И вот она плачет, как она по мне сейчас скучает. Какой я ее любименький сыночек. Я такой всегда был. Вот парадокс. Вот парадокс, так сказать, как люди воспринимают. Люди воспринимают так, как им выгодно. Им выгодно. А зачем? Вот она своего собственного сына уничтожает. А кому охота туда вмешаться? Все сделают вид, что они не при делах. Мы не близкие, мы не знакомые. Или скажут, да, да, действительно, там обе стороны, так сказать, виноваты. Конечно, всегда обе стороны виноваты. Но одна сторона виновата на 99%, а другая может быть на 1%, который можно ей простить. И вот сейчас тоже получается интересная ерунда. Я когда сюда приехал, я сюда приехал ради многодетной семьи, с которой я познакомился в Польше. И я им тут помогал, 6 детей. И я их, у меня, средненький мальчик, он провожал меня в Польше, когда меня переселяли в другой лагерь. И я с ним общался, он был капитаном моей футбольной команды. У меня с ним произошел такой эмоциональный контакт. И я обещал его найти. И когда мне, ну, стало некуда поехать тут в Европе, я поехал не на юг Франции, ну, где получше, а вот поехал сюда. Потому что тут были мои вот эти близкие. Потом я познакомился со всеми с ними и полюбил их. И они в моем представлении были, ну, чуть ли не идеальная семья, идеальные люди. И вот я помогал им два с половиной года здесь. И я имел возможность здесь накопить деньги, потому что, живя в лесу, я не трачу где-то, ну, я могу экономить где-то, ну, 200-300 евро в месяц. То есть за эти два с половиной года, соответственно, я мог накопить больше 6 тысяч. Но сейчас у меня денег нет. У меня есть деньги на карточке, у меня есть, может быть, пару сотен евро в наличке. Это все. Все я потратил на мать и на них. Ну, на мать я потратил максимум около тысячи, наверное. Ну, да, где-то около тысячи. Следовательно, все остальное я потратил на них. И теперь я по ним, я всю ситуацию описывать не собираюсь, просто я понимаю, что происходит то же самое. Просто им невыгодно меня любить, потому что если им меня любить, то, знаете, я их пытаюсь, их, как бы, как сказать, я играю роли отца и матери, дедушки. Я пытаюсь им объяснить, что вам надо учиться здесь. Или что-то еще такое полезное нужно делать. А они не хотят, они хотят жить расслабленно. Ну, как живут беженцы, которые сидят на пособиях, вот их все устраивает. И получается, да, ты нам деньги дай, но ты нас жить не учи, да, вот так вот получается. И сейчас по неволе им выгодно придумать, что я плохой. И люди, конечно, все они будут считать, что да, что-то неправильно ты им помогал там или еще что-нибудь. Ну, поставим это. Я уверен, что когда я умру, и когда они не обязаны будут мне как-то, ну, пальцем пошевелить, чтобы что-то для меня сделать, тогда, конечно, они скажут, ой, какой он был хороший человек. Тогда можно будет, тогда это бесплатно будет. Это я понимаю. Да, и теперь можно ли говорить о своей благотворительности? Вот, открыто. Я не люблю говорить о своей благотворительности, поскольку это не всегда, наверное, ну, как... Что значит благотворительность? Вообще, такое скользкое слово. Иной раз мы благие дела делаем автоматически, их так много, что мы их даже не учитываем. Ну, просто вот случай был интересный. Когда 2000, Новый год 2015, я поздравил украинцев с украинским флагом с вершины самой высокой горы Крыма на камеру. И на Ютубе это опубликовал. Вот этот флаг я выставил на аукцион. Я знал, что в Керчи есть детдом, крымский, ну, керченский детдом, который второй, наверное, по крупности во всем Крыму, большой крупный детдом. Почему я знаю? Потому что он прямо рядом с моим домом, с моей знакомой. И когда я от нее иду там куда-то, я прямо через него как бы прохожу иногда. И я там лекции читал. Потому что там рядом школа, в которой тоже лекции читал. Ну, вот как бы заодно. И я продал этот флаг недорого. Украинцы почему-то они не купили заодно. Видимо, полно мошенников. Ну, вообще-то видео с вершины и отчетные туристические тоже были приложены. Но, я не знаю, купил в итоге не с материковой Украины. Купил вообще-то, по-моему, мне кажется, даже русский. С Керчи же купил. Там была трудность передачи на Украину, но это можно было как-то решить все равно. Так вот, я эти деньги пошел, отнес... На эти деньги купил принадлежности спортивные, там, мячи. Все опубликовано, фотографии опубликованы. Там ракетки, дарцы, вот все. И вот в два захода я купил. И отнес все это в этот детдом. Под расписку, естественно. И все это я опубликовал. И до того, как я все это сделал, до того, как купил подарки, отнес детдом, на форумах мое имя, множественные тролли, не тролли, там непонятно кто, а они обвиняли меня в том, что я якобы для себя аукцион этот провожу. Я хочу всех обмануть и деньги присвоить себе. Ну, там такие крошечные деньги, русские. Ну, моя пенсия, в размере моей пенсии где-то, да? Ну, для богатых людей это крошечные деньги. И когда я опубликовал отчеты свои, все эти кассовые чеки, по-моему, даже, то меня обвинили в том, что я пиарюсь. Вот так меня обвиняют, что я деньги присваиваю. А как я могу аукцион, интернет-аукцион провести скрытно? Ну, как? Это не получится, там надо прямо на этом сайте все публиковать. То есть, вот если ты сказал «а», то ты должен сказать «все, да я». Вот, а, кстати, насчет плохих поступков, вот, моей матери, да? Это очень тяжело об этом говорить, потому что, ну, до какого-то возраста я никому бы не сказал, что она делает плохо, потому что она моя мать, и потому что это должно остаться внутри семьи. Но когда она меня стала убивать уже, и меня чужие люди спасли, и я им рассказал, то я сказал «а», и я потом должен был сказать «все, да я». И скрывать уже не было смысла, потому что это известно всему селу, это известно, кому только не лень. Поэтому у меня такая возможность об этом говорить теперь открыто. И также у меня есть возможность, после этого я, это мне спасло жизнь, открытость максимальная. И я никогда не скрывал, что я лечился от депрессии психиатрической больницы. А потом использовал психушки как просто гостиницу, когда нужно было где-то там. А я почему использовал как гостиницу? Потому что тот врач, самый лучший психиатр Старопольского края, Гуревич, он меня брал охотно, и в другое отделение потом брали охотно, потому что я порядочный для них был человек, как тот, который может помочь даже, даже помогать. То есть я был выгодный пациент, который не требует вообще особого внимания, и тем и даже много помогает по отделению. Так что те, которые в интернете публикуют всякую гадость про меня, они, конечно, могут меня оскорбить всякой клеветой. Но правдой они оскорбить меня не могут, поскольку это правда целиком открыто, и я ничего не скрываю. А есть люди, которые стесняются, что, допустим, человек лечился в психушке, ну пусть бы даже от депрессии, но кто-то узнал, его шантажирует сотрудник по работе. Я всем расскажу, а ты сделай и то, да? И тот боится, и у него вот в кармане теперь. И с ним уже теперь делать что угодно, а вот со мной такого уже не получится. Благотворительность. Ну, вообще, я сегодня почитал про захват больницы в этом... Господи. Не в Беслане. Вылетело из головы. Ну, в общем, люди, они добровольно, которые отдают себя в заложники, что ими движет. То есть, или, например, медики... Многие, кстати, увольняются с работы медики в наше время, потому что их очень много гибнет. Да и во время войны тоже сколько людей они совершали настоящие подвиги. А выживают подлые. Выживают-то подлые в основном. Так что поэтому сохраняется в природе баланс этих подлых и вот этих, которые вот спасают всех вместе с этими подлыми. Они спасают все, всех. Своим героизмом. А подлые, наоборот, они топят всех, но они и выживают. Вот такое вот... Такое у нас общество. От этого никуда не деться. Это как инь и янь. Ну, а про своих знакомых многодетных... Вообще-то я благодаря им здесь жив. Здесь... Ну, как можно было выжить? Три зимы в палатке. Ну, как это вот? Просто кто не был вот в лесу один, допустим, слякать этот дождь моросит около нуля или минус два, это хуже, чем минус двадцать. Потому что минус двадцать – сухой воздух. И вот... И местные тебя ненавидят, эти альзасцы. Они пытаются... Идешь к врачу, он тебе посылает на ложную диагностику. Он не хочет тебя лечить. Это ужас, что творится. Или издевается над тобой, ты не выдерживаешься, ходишь куда-нибудь умирать, выживаешь, а тебе за это решают еще пособия. Потом тебе... И потом все эти процедуры судебные там куда... Ты пытаешься себе вернуть пособия, а они... И им помогают и судьи, и судебные клерки. И все-все-все, вот всем скопом они тебя давят. Они от тебя пытаются избавиться. Как выжить? Как выжить, не имея никого? Не имея никакой родной души? Вот Мика, он был тут мне родная душа. И сейчас они его подавили, его домашние. А вышло очень просто. Я все могу уже даже понять, как все получилось. Но все по полочкам чуть попозже разложится. Просто мне обидно. Обидно, что они молодые. Они легко разрушают, они не понимают, как все это... То есть я их тут любил всех. Мне любовь согревала мою жизнь здесь. Сейчас у меня холод. И, конечно, много раз они меня растаптывали, мою эту любовь. Но все это воскресало ради Мики только. Потому что Мика, он был мальчик, который любит... Любит правду. Знает, что такое верность. А теперь они, получается, в нем это растоптали. И они пока не поняли это просто. И он не понял это. А вот мне обидно. Со мной-то... Все понятно, что мне уже не выжить здесь. Потому что даже независимо от этого, я решал уже уйти этим летом. И как я уходил в Нанси на 40 дней в лес. Я выжил все-таки, вернулся. Опять же ради детей. Но на этот раз нет ради кого возвращаться просто. И... И... И скольких мы не знаем в Евросоюзе, которые просто люди погибли. И их просто вот списали, и о них никто не говорит. И до средств массовой информации ничего не доходит же ведь. Я пытался тут с местными журналистами общаться. Невозможно. И... А если даже в Фейсбуке что-то пытаешься сообщить, просто теперь мой LiveJournal вообще блокирован для Фейсбука, где основной материал, потому что там и фото, и документы просто блокированы. Я не могу в Фейсбуке опубликовать ни ссылки оттуда. А мои все посты в Фейсбуке относительно... Где хотя бы я косвенно свой лагерь... Например, я фотографии природы печатаю. Это проходит в местные группы. Они им нравятся. Они лайкают, пишут. Но я себе к ним прикрепляю фото своего, просто своего лагеря. И у людей просто возник бы вопрос. А что этот человек живет в лесу? Там почему? Они удаляют все. Они не хотят допустить такого, что в их среде живет человек под издевательствами, под репрессиями, под лишениями. Но опять же повторяю, в этой богатой свалке нам дают такие пособия, что мы можем очень нормально питаться. И на жилье не хватает, но питаться можем нормально. То есть не как в фашистском концлагере. Все-таки... Но имея слабое здоровье, какое-то это имеет значение, если ты и так загибаешься из-за слабого здоровья. Если ты зимой переморозишься, то тебя не спасет хорошая еда. И очень важно понимать, что вот, допустим, про тебя человек сделал преступление. И он тебе говорит, ну ты же никому не скажешь про это преступление, мы же с тобой друзья. И что же делать? А то делать, что ты теперь его соучастник. Не перед полицией, не перед государством, даже не перед людьми. Перед самим собой ты преступник. Перед Богом. Потому что, ну, если кто-то в Бога не верит, то перед самим собой. Почему? Потому что теперь этот яд попал в твою душу. Он будет в твою душу потихоньку, потихоньку, незаметно будет ее разлагать. И постепенно ты придешь к тому, что ты сам сможешь сделать такое же преступление. Поэтому, если кто-то в отношении меня там, или делает какое-то преступление плохое, страшное против людей, то пусть знает, что я, я скорее всего, скрывать не буду это. Конечно, есть просто проступки такие, которые, если люди каются, опять же, очень важно, если ты видишь, что человек кается, то ему надо простить. А если человек не кается, то вот как раз ты его и спасешь ты этим, что ты расскажешь об этом. Но, к сожалению, это некому рассказать, только вот видеокамере и интернету. Но это останется на годы, может быть. Да, сегодня, сегодня у меня непростой день. Потому что я не знаю, что делать. Сегодня я решаю просто вопрос, действительно, что мне делать. Сегодня, завтра, вот я буду в лагере, и великий день летнего солнцестояния, который в древности был великим, такие дни были великими. Их даже назначали новыми годами, но под Новый год. Так что, по-моему, это Кант сказал, я вот точно не помню, что он мечтал бы жить в таком государстве, среди таких людей, с которыми ты можешь поделиться самым радостным, что у тебя есть, самым хорошим. И с которыми ты можешь поделиться своей болью, и то плохое, что в тебе есть, им, так сказать, выдать, показать, покаяться перед ними, чтобы они тебе помогли в этом. То есть, хорошее, чтобы людям помочь, а плохое, чтобы они тебе помогли. А мы в вакууме. Не только даже вот среди альзасцев, а даже вот в интернете в вакууме. Потому что в ответ только срач в комментах. Редко-редко один, два, три человека, которые более-менее как-то они спокойно рассуждают, более-менее как-то они взвешены. Все остальное это такой мусор, это такие мелкие люди, которым не хватает ресурсов, чтобы что-то понять, и они делают какие-то высеры, ничего не значащие. Так что, я считаю так, что о благотворительности ее не надо скрывать. Вот прям в тайне ее держать, это излишне. Но нельзя это использовать как пиар. То есть, для того, чтобы раскрутиться, для того, чтобы повысить свою белопушистость. Поскольку, если у тебя появляется белопушистость, ты тоже будешь использовать свою белопушистость в каких-то плохих целях. Вот те люди, которые не носят по 10 крестов, или те люди, которые не выбеливают свои волосы, не деваются в белые костюмы. То есть, те люди, которые простые люди, какие они были до, и какие они стали после, допустим, высокого поста. Вот это настоящие люди. Кстати, даже вот интересно, Сталин, да, со всей его бандой, я уж скажу, как есть, они же ведь понимали, что для того, чтобы держать это государство, держать эту толпу в дурмане, в нищете, а ведь для чего? Для того, чтобы нищие люди, они не способны сорганизоваться, нищие люди не способны из себя родить что-то большое. И вот они как ступой этих людей мололи-мололи, чтобы они были помельче-помельче, что и сейчас делается в России. Но среди даже них, у них была перегородка такая, внешний мир и внутренний свой мир. В своем мире им нужны были честные люди. Ты можешь что угодно лагать на всю массу, да, но среди них... И вот Сталин расстрелял Вознесенского, по-моему, премьер-министр там даже был, за то, что тут ему показатели просто натянул. Сгладил показатели статистические. В январе был спад, а он просто сгладил с года туда, перегнал и все. И обманул Сталина, сказал, что мы это можем сделать. Из-за этого Сталин расстрелял. Что он нас обманывает, Политбюро. Как это так? Ладно, большой уже ролик получился. Мне нужно экономить уже интернет. Да, сегодня я Мику жду до заката. Потом он уже не придет. А потом я его уже не жду. И это не мое решение. Я знаю точно, что они смотрят мои ролики, потому что они исправно мне ставят дизлайки. И даже сейчас вот написали комментарии сегодня. Ну что ж. В лицо не могут сказать. Нечего сказать, да? Мне обидно. У меня не начнется никакая вторая жизнь. Я хотел уйти от плохого, но я не хотел уйти от Мики. Потому что через Мики я думал общаться со всеми. Я не смог совладать с другими. И я не хочу в этом бардаке участвовать. Но с Микой бы я общался. Я не понимаю, почему он не хочет. Я даже не верю, что он не хочет. Если бы он сам бы мне сказал, я бы поверил. Так что пока я его не услышу, я точно это знать не буду. Ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok